Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. 14 часов 3 минуты московское время. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Меня зовут Роман Шахов и у нас сегодня замечательные гости. Внимайте и аплодируйте. Екатерина Скачек, генеральный директор Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SNPRO Expo Forum. Кать, привет. Добрый день всем. А также Александр Летов, чемпион Москвы по боксу, участник чемпионата России, президент сети боксерских клубов «Ударник». Саша, привет. Добрый день. Итак, мы собрались, чтобы поговорить о важном событии, которое случится 8, 9 и 10 ноября в Москве. Катя, у нас очередной SNPRO Expo Forum. Мы ждем. Да, SNPRO пройдет уже в седьмой раз. Это фестиваль, который рассказывает о всех аспектах здорового образа жизни и спорта. Мы, наверное, наша основная задача – помочь современному человеку раскрыть свой потенциал внутренний и рассказать ему о том, как сохранять вот этот энергетический баланс в постоянно меняющемся мире. И это невозможно без заботы о своем здоровье, заботы об окружающем мире и занятий спортом, постоянным движением. Поэтому, конечно же, на нашем фестивале будет представлено очень много спортивных дисциплин, очень много брендов, представителей индустрии здорового образа жизни. Будут проходить различные мастер-классы, то есть можно будет попробовать себя в новой дисциплине в какой-то, можно приходить с детьми обязательно. У нас будет отдельная зона активности для детей. Всем известно, школа Тодес организует детские мастер-классы специальные, будет обучать танцам прям малюточек. Будет бьюти-зона новая, где можно будет без вреда для своего здоровья преобразиться и тоже посмотреть на себя с другой стороны абсолютно бесплатно. Значит, начало в 10 утра ежедневно, да? И получается, что там можно провести весь день, потому что можно позаниматься, можно там правильно еда, опять же, да, перекусить. Конечно, можно сходить на лекцию, поучаствовать в мастер-классах кулинарных. А под вечер, друзья, будет там еще и концерт. Да, 8 ноября у нас бизнес-день для всех представителей индустрии и для ребят, кто более профессионально вовлечен в спорт. Это профессиональные спортсмены, участвующие в соревнованиях, и фитнес-тренеры, инструкторы, диетологи, нутрициологи, массажисты и так далее. А 9 и 10 ноября – это уже дни общего посещения, когда у нас очень активная развлекательная программа. И в конце каждого дня у нас двухчасовой концерт, где выступают всем известные артисты, которых очень любит наша аудитория. Это Ольга Серябкина Молли, это Натан из Blackstar, Five Star Family и много-много других артистов. Также проходят шоу и экстремальные, акробатические, конкурсы, квесты. В общем, с 10 утра до 8 вечера всем будет чем заняться. Все в Сокольнике билеты на сайте как раз… SNPRO.DEFISEXPO.COM Там можно билеты выбрать. Ну и что будет интересного из мира бокса, Саша? Мы на выставке SNPRO представляем вид спорта бокс. Уже мы третий раз участвуем в рамках этой выставки. У нас будет несколько программ. Самая массовая программа для участников – это детско-юношеский турнир, где будут участвовать все желающие с каким-то минимальным уровнем подготовки, начиная с 8-летнего возраста. Кстати, кто хочет, кто занимается в каких-то секциях, можете также принять участие. Это пройдет параллельно на двух рингах, и в течение всех двух дней будет этот турнир. Но мы ожидаем где-то порядка 500 участников. Это турнир, то есть это более такое спортивное мероприятие. Какие-то призы, медали, грамоты, что там было. Медаль, да, это, кстати, этот турнир, он в рамках турнира «Семь легенд». Именно конкретно вот в этот день он будет посвящен Косте Дзю, который также обещал присутствовать на вот этом мероприятии. Мероприятие, да. Да, в прошлом году он также был, и в этом году мы тоже его ожидаем. На основном ринге, на центральном, который будет возвышаться над вот этими двумя другими рингами, будет проходить профессиональный турнир. Там уже боксеры не начинающего уровня, уже достаточно высокого уровня мастерства. Это мастера спорта и выше. Они будут уже показывать совершенно другой бокс. Более зрелищный, более интересный. Ну и плюс работа со зрителями. Это все желающие, которые пришли на выставку не для каких-то боксерских целей, а которые интересуются другими видами спорта. С ними будут проводиться конкурсы. Конкурс «Раунд с мастером спорта». Ого! Да, кто хочет проверить свои силы. Это традиционный чемпионат по силе удара с призами за первое место, второе, третье. Ну и много других будет призов различных. Ну и много различных конкурсов, самых разных. Вот. Приходите. Ну бокс это же очень такой полезный для здоровья вид спорта, потому что тратишь много калорий, а сейчас мы все хотим как-то быть в форме. И вот благодаря этому люди, которые, может быть, никогда не занимались, получают правильную кардионагрузку и, опять же, такие бойцовские качества. А еще в боксе надо думать. Да, вот какие-то исследования показывали, что наибольшее количество мозговых процессов происходит именно у боксера, когда он боксирует. То есть это анализ дистанции, выбор времени удара, защиты от многомозговых процессов. Слушайте, ну это все, наверное, за какую-то секунду, наверное, все это просчитывается. Да, там все очень быстро происходит. По поводу пользы именно бокса для здоровья. Ну, как известно, любой вид спорта, профессиональный, он на высоком уровне, то есть на уровнях, где люди борются за какое-то мировое лидерство в этом виде спорта, он вряд ли, можно сказать, что он приносит какую-то пользу. Это не только касается бокса. Только стране медали. Да, стране медали, славу, популяризацию этому виду спорта, но для здоровья я не могу сказать, что это полезно. Если говорить о массовом спорте, который мы пропагандируем и в наших клубах, и в рамках этой выставки, то здесь у бокса есть ряд преимуществ. Это не чисто кардионагрузка, это смешение аэробной и анаэробной нагрузки. То есть здесь вы работаете и в режиме легкого бега, и вам нужно иногда взрываться. Эта нагрузка, она наиболее полезна для здоровья, и для хорошего самочувствия, и для внешнего вида. Поэтому те, кто занимаются для себя, думают о какой-то защитной экипировке, чтобы не пропускать лишних каких-то ударов, конечно, для здоровья это будет полезно. Значит, когда, Саша, когда и куда приходить? Где там какая площадка по датам? Я скажу, да. Катя, Катя, пожалуйста. Значит, мы с прошлого года, поскольку возрос интерес к единоборствам в целом, Да и к фестивалю в целом, да. Все же у вас там масштабируется. И к здоровому образу жизни, да. В прошлом году мы выделили в отдельный сектор, выделили отдельный целый павильон под названием «Файт-база», где будут представлены все основные виды единоборств. А там отдельное здание было через дорожку? Да, это третий павильон. Называется он «Файт-база». Он работает все три дня. Вот, как сказал Александр, в первый день, 8 ноября, будет юношеский турнир. 9-10 ноября для всей публики наши двери открыты. И любой желающий может себе попробовать в каждой из дисциплин, представленных на СМПРО. Это самое обязательное условие у нас для того, чтобы человек, который пока еще не определился, он смог сделать свой выбор. Либо же, если он чем-то занимается уже, он попробовал себе в новой дисциплине. Очень много у нас интересных коллабораций, когда спортсмены из одной дисциплины приходят, например, на ринг, девчонки-бикиняшки начинают боксировать. О, кстати, вот девчонки-бикиняшки, ребята, да. И, говоря простым языком, тоже для женской аудитории хочу сказать, что все-таки бокс – это очень полезная штука, и многие голливудские звезды и супермодели занимаются боксом. Он развивает очень много разных качеств, в том числе и фокусировку, внимание, это сумасшедшая кардионагрузка, задействованы все группы мышц. То есть, и действительно, если заниматься в зале с профессиональными тренерами, эта история абсолютно безопасна. Поэтому 9-10 ноября каждый желающий может себе попробовать в этой дисциплине в третьем павильоне. А, кстати, можно будет там экипировку купить? Перчатки, вот эти лапы? Да, да, конечно. Вот именно в этом павильоне FightBuddy будет представлено очень много разных брендов, которые представляют именно экипировку для единоборств. И капы в том числе. А также у нас там будет такая специальная зона сюрприз для тех, кто потренировался, буду делать бесплатный массаж. Ух ты! А можно, например, потом приобрести перчатки и Александр распишется на них? Я с удовольствием распишусь. Возьмите, Саша, с собой маркер. Ну, я думаю, что очень основная будет все-таки Константину Дзю, вот, а не ко мне. Но без проблем подпишу, конечно. Вам персонально. Лучшее в стране. Дамы и господа, мы продолжаем. Екатерина Скачек в гостях у страны ФМ директор СНПРО Экспо Форум и Александр Леетов, чемпион Москвы по боксу. Мы готовимся, друзья, к тому, что совсем скоро, а именно 8 ноября, в Москве стартует СНПРО Экспо Форум 2019. И вся страна, вообще весь мир, и СНПРО Экспо Форум тоже сейчас смотрят в сторону экологии. Кать, вот об этом. Давайте немножко. Мы начали смотреть в сторону экологии достаточно давно, потому что мы понимаем, что у нас, как на организаторах, лежит очень большая ответственность. Любое мероприятие оставляет след, потому что это сотни тысяч использованных пластиковых стаканчиков, пакетиков и так далее, которые ранее никак не утилизировались. Все уже прекрасно знают, сколько все эти вещи разлагаются, какой вред наносят наши природы. Конечно, да. И мы начали с того, что мы сами должны поступать осознанно, должны собирать этот мусор и перерабатывать. Мы перенесли эту ответственность частично, в том числе и на наших участников. Мы просим всех максимально постараться отказаться от полиграфии, перейти в сторону электронных носителей, заменить пластиковые пакеты на бумажные и так далее. И в этом году мы привлекли такое движение по экологии, которое называется «Собиратор». Ребята занимаются тем, что они обучают обычных людей, как правильно сортировать мусор. Это у вас там будет, в Сокольниках? Да. Мы ставим мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора. Возле каждого контейнера будут стоять специальные люди, которые будут обучать наших посетителей, какой вид пластика можно сдавать на переработку, какой нужно утилизировать и так далее. Что можно, в принципе, как вторсырье использовать. У нас будет выставка неких предметов, которые сделаны из вторсырья. То есть, из того, что вы выбрасываете, что уходит на переработку, можно сделать кучу всего полезного. Также будут проходить мастер-классы и лекции по экологизации, по правильной осознанной жизни, по тому, как меньше потреблять, как заботиться о природе и так далее. И все это будет проходить на территории всего фестиваля. То есть, не только где-то в одной точке. И на протяжении всех трех дней, да. Плюс мы организуем некую такую зону добрых дел, где можно будет старые ненужные вещи, ваши кроссовки, футболки и так далее сдать в специальный центр, который в благотворительных целях помогает людям, нуждающимся. Причем сдать и новые там купить. Там, скорее всего, будут представители, торговых марок, которые много, кстати, будет. И где они будут располагаться? У нас представлено около 300 компаний в этом году. Если говорить о количестве брендов, потому что многие компании представляют несколько разных брендов, сразу это около 500. По всей территории фестиваля у нас по тематическим залам распределена выставка от гаджетов для фитнеса и здоровья и тренажеров, оборудования до производителей органической экопродукции по старинным традиционным рецептам, в том числе из биоразлагаемой упаковки. Это очень важно, потому что мы должны еще помнить и думать о том, что наша среда должна быть в том числе здоровой, мы должны забыть о здоровье своих близких и обязательно правильно выбирать моющее средство, дышать чистым, правильным воздухом и все вот эти инструменты, которые помогают нам в этом, будут представлены на СНПР. Кать, от имени всех жителей планеты Земля вам огромное спасибо. Это вот как раз вы занимаетесь, что в боксе, какие сейчас важные задачи, Саш? Как вы резко от экологии перешли? Ну, как же, тут вот задача у СНПР экология, в боксе сейчас какие задачи, что там у нас? В боксе. расскажите. Промоушен, Очень много задач, но я промоушеном лично не занимаюсь, только наблюдаю за тем, как это делают наши промоутеры, но в основном зарубежные промоутеры, в России, к сожалению, их практически не осталось. Бокс. Наша основная задача, вот, и в рамках выставки СНПРО, и задачи наших боксерских клубов, это популяризация спорта. Бокс является на сегодняшний день самым популярным видом единоборств, по-прежнему. Несмотря на то, что на пятки наступает смешанное единоборство, тем не менее, бокс все равно занимает первое место с большим отставанием. И, конечно же, хотелось бы, чтобы это лидерство оставалось и увеличивалось, так скажем. Вот, для этого нужны, на мой взгляд, для этого нужны громкие личности. Нужны и олимпийские чемпионы, нужны и чемпионы по профессионалам, и не просто нужны чемпионы, они должны быть медийными, они должны быть раскрученными. А, то есть, они больше спортсмены, они живут в этом спортивном мире, и как бы их... Да, то есть, ну, я назову сейчас трех наших самых громких чемпионов российских, это Артур Бетербеев, Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол. Это три чемпиона, все трое в одной весовой категории, по утяжелом весе. Вы кого-нибудь знаете? Хабиба знаю. Ну, правда, я... Его не было в этом списке. Да. Это очень крутые спортсмены, это чемпионы мира по любителям, это чемпионы мира по профессионалам, но это просто вот реально сейчас величина в мировом боксе, никто их не знает. У меня просто грим, а то вы видели, как бы я покраснел, вот правда. Да. Ничего страшного, я думаю, что в наше время сейчас мало кто этим интересуется. Для того, чтобы люди про них знали, их нужно, я считаю, что раскручивать в медиапостранстве. Это Ютуб, это телевидение, радио, надо же с их участием. С их участием, безусловно. Для этого они должны, желательно, чтобы они находились в России, но так у нас развит бокс, что, к сожалению, наши спортсмены уезжают делать профессиональную карьеру за границу, и вот Артур Бетербиев, он в Канаде тренируется, а Бивол и Ковалев в Америке, в Соединенных Штатах. Поэтому там их как раз-таки знают, даже может быть, лучше, простое население, чем у нас, потому что там они появляются в медийном пространстве. Ну, то есть вот задача как раз-таки сделать некую яркую звезду. Она может быть даже одна, как в свое время в Соединенных Штатах был такой вот боксер, как Оскар Далахоя, который перевернул весь бокс. То есть он сделал намного популярнее среди именно населения массового. И после этого и интерес к боксу возрос именно у населения. Саш, например, нас слушают сейчас родители, слушают дети, и они хотели бы пойти в бокс. С какого возраста лучше это делать? Если обратиться к врачам, то врачи рекомендуют заниматься боксом с 9 лет. Ну, часто отдают и в 6, и в 7. Но это больше, вот если в 6 лет отдают, даже бывает, что и вообще с 4 лет, это больше ОФП с элементами какими-то ударной техникой. То есть полноценные тренировки, они начинаются в 9 лет. Первые поединки такие любительские проводятся тоже, как правило, с 9-10 лет. С 4 до 9 бокс, наверное, формирует характер. Ну, это, опять же, больше элементы ОФП, где-то просто врачи не рекомендуют в этом возрасте работать в спаррингах, чтобы дети не получали каких-то ударов, даже самых легких, в этом совсем раннем возрасте, на этапе самого раннего формирования. Уже с 9 лет при защитной экипировке, больших перчатках, какие-то легкие касания, они уже никак не сказываются. А если, например, на СНПРО прийти с ребенком и показать его людям, которые, ну, там, будут специалистом, вам, например, вы как-то можете сказать, вот, да, можешь идти, есть потенциал, ну, будет ли возможность, время для этого? У всех есть потенциал, абсолютно, вот, и раскрывается он со временем. Так вот определить, на первый взгляд, невозможно, и сколько история знает примеров, когда внешние, ничем не примечательные дети становились большими чемпионами, которых, так скажем, забраковывали на старте, но они проявляли интерес, волю к победе и достигали самых больших высот. Запомните, мне кажется, прекрасная мотивационная речь, Саш. Лучшее в стране на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, Екатерина Скачек и Александр Летов по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы рассказываем про то, что совсем скоро, именно 8 ноября, в Москве стартует СНПРО-экспо-форум 2019, и там много чего интересного, интересного будет, и интересные люди приезжают и из России, и из-за рубежа. Катя, давайте похвастаемся. Да, ух ты меня задачил сейчас, потому что у нас ежегодно более двухсот, мы насчитываем, звездных, знаменитых гостей. это и известные спортсмены, и адепты здорового образа жизни из шоу-бизнеса, блогеры, эксперты индустрии, то есть какие-то очень профессиональные, известные доктора, спортивные врачи наших известных команд и так далее. Я не могу, к сожалению, всех перечислить, не хочу никого обидеть, я расскажу, да, про нашего хедлайнера, наверное, Мартин Форд, известный актер, который прилетает к нам из Лондона. Мартин, наверное, в кино в основном прославился тем, что это огромная груда мышц, кто помнит, к нам приезжал Хафтер Бьернсон в позапрошлом году, которого прозвали «Гора» в сериале «Игратый столов». Да, он был у вас. Все, конечно же, были поражены просто его ростом, объемом его мышц. Так вот, Мартин Форд еще на два сантиметра выше. И Мартин сыграл в нескольких достаточно известных фильмах, которые очень интересны нашей аудитории. Если говорить о том, почему этот хедлайнер, потому что мы изучаем интересы, запросы аудитории, смотрим, что все интересуются кино, смотрим, какое кино смотрят. И начинаем искать в этих фильмах или среди артистов тех, кто действительно пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. 207 сантиметров, друзья, 150 килограммов мышц. Мышц, именно мышц. Да, мышц, конечно. Мартин проведет двухчасовой семинар в формате вопрос-ответ для всех желающих, абсолютно бесплатный. Также у него будет двухчасовая фотосессия в субботу, 9 ноября. Поэтому все приходите, пожалуйста, поздоровайтесь, задайте свои интересующие вас вопросы. Ну, а если вы считаете, что вы очень сильны в армрестлинге, знайте, что Денис Цыпленков тоже в этот раз приезжает. Правильно я это говорю? Да, конечно. Все, можно попробовать. Это уже традиционно, да. Многие гости наши, я их уже считаю амбассадорами субботу, потому что они из года в год у нас присутствуют, их все очень любят. Очередь к ним с каждым годом все равно все больше и больше. Это и Денис Цыпленков, это и Михаил Кокляев, это и Дима Клоков, это и Денис Гусев, Арина Скоровна и Ешанькин и всей семьей. Да, Ешанькин. И много-много очень классных, крутых ребят, которые являются чемпионами мира, чемпионами Европы, чемпионами нашей страны по разным спортивным дисциплинам. Ну, для них это уже must go. Сейчас как бы такой звук пришел из студии Дмитрия Клокова, а что вы не сказали-то? Я не сказала, как я могла. Дмитрий Клоков, конечно же, будет и Дмитрий Берестов будет, для тех, кто не знает, это олимпийский призер и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Дмитрий Берестов за много-много лет был единственным олимпийским чемпионом от нашей страны в этой дисциплине. Они проведут свои соревнования и также автограф-сессии и мастер-классы для всех девочек. Ну, вот смотрите, это спортсмены, о которых мы говорим, да? Но есть же люди, которые как бы спортсмены, но они не совсем спортсмены, но при этом популярны. Как вот здесь вы находите баланс? Расскажите. Пытаемся находить баланс. Я не считаю, что это плохо. Есть, конечно, некий негатив нашей аудитории, которые считают себя уже почти профессиональными спортсменами. Есть негатив на предмет того, что мы зовем спортивных блогеров, которые не имеют определенных достижений на мировой арене. Но, тем не менее, эти ребята пропагандируют дисциплину, которой они увлекаются. Эти ребята собирают огромное сообщество по воркауту, по боксу, по кроссфиту. Они собирают людей просто на улице. Они вместе бегают, вместе тренируются. Они рассказывают правильные вещи. И они несут свои диалоги в массу и пропагандируют здоровый образ жизни. И я считаю, что это очень круто, учитывая то, что это такой, наверное, всеобщий тренд сейчас в мире, что поколение Z, миллениал, они действительно хотят за кем-то следовать. Они хотят иметь какого-то лидера мнения. Какую-то мотивацию смотреть. Опять же, этих блогеров, спортсменов смотрят. И это здорово, что их учат неплохим вещам не сидеть дома, смотреть телевизор, а их выводят на улицу. Мы говорим о том, что это блогеры, что люди сидят в Ютубе и смотрят на них, но эти блогеры вытягивают людей в зал и на улицу. И на фестивале, где как раз вот энергия вот эта спортивная сконцентрирована. Совершенно точно. И на фестивале в том числе они выходят в онлайн и организуют различного рода состязания и зарубы друг с другом. И это и зрелищно, и мотивирует, и подстрекает в том числе. Зарубы и подстрекает. Вот, Катя, вот это вот от вас как раз я не ожидал. Слышь, спасибо. Ну, мы знаем, что Саша увлекается и интересуется и занимается много лет спортом. Это бокс. Есть ли какой-то у вас, может быть, вот сейчас, ну, столько лет вы уже занимаетесь этим. Какой-то, может быть, вид спорта вас мотивирует заниматься вот этим? Меня мотивирует наша аудитория. Если честно, когда я начала заниматься нашим фестивалем, я не была вовлечена настолько в спорт и в здоровый образ жизни. Но, видя этих людей, чувствуя эту энергию, невозможно просто самому чего-то не делать. Я пробовала себя в ММА, мне очень нравилось. Сейчас мне очень нравятся функциональные тренировки, что-то типа кроссфита. Это весело, здорово и несложно, и разные группы мышц у тебя задействованы, и тоже думать в том числе приходится. Мне нравится йога. Я только в этом году... А йога, кстати, там будет у вас такие вот пилатус, йога? Конечно, конечно. Мы тоже будем говорить и на лекциях по биохакингу, о том, как сохранять свой внутренний энергетический баланс, о том, как правильно расслабляться, про духовные практики. Это очень важно для человека, который живет в этом шумном мире, в мегаполисе. Но мне немножечко стыдно, когда я смотрю на то, что вытворяют наши ребята, потому что у нас так немножко, наверное, метафорично мы используем установку рекордов. На нашей площадке каждый год устанавливаются рекорды Гиннеса, мировые рекорды по разным дисциплинам. Для того, чтобы показать нашей аудитории, на что способно человеческое тело, на что мы можем сделать, чего мы можем превзойти себе. И не нужно бояться сделать еще один шаг. И каждый год у нас некоторые ребята из года в год свои же рекорды пытаются побить на нашей площадке. И когда я смотрю, что они делают, мне становится настолько стыдно, что я не могу себя заставить сесть на шпагат. И меня в том числе это мотивирует. Ну, может быть, поспорить с кем-то и, например, через год сделать какую-то дисциплину гораздо лучше. Что касается, Саш, ударника. Вот расскажите, сеть, где она, чего? Ну, давайте сделаем так. У нас сейчас остается не так много времени. Вы пока прильните вместе с детьми к приемникам и к телевизорам. Мы очень скоро вернемся и поговорим об этом. Подождитесь. Лучшее в стране. Дамы и господа, Екатерина Скачек, Александр Летов по-прежнему в гостях у страны ФМ. Мы говорим сегодня про спорт, про здоровый образ жизни, про SNPRO-экспо-форум, который приближается. И вот про боксерские клубы «Ударник». Саш, расскажите, что там, к чему, где и когда мы должны туда прийти, зачем? Приглашаю сегодня. Приходите. Так. В любой из клубов. Сеть клубов. В Москве пока что мы только базируемся. Ну, в Подмосковье тоже один клуб есть. Популяризируем. Там мы не только боксерские тренировки, у нас там и другие единоборства. Хоть мы называемся и боксерский клуб, но, тем не менее, сейчас набирают обороты и смешанные единоборства. Благодаря таким спортсменам, как Федор Мельяненко, Хабиб Нормагомедов, они интерес к этому виду спорта сильно подняли в нашей стране. Ну, да. Также это тайский бокс, ну, и другие направления из единоборств. Вот. Ну, профильное направление у нас все равно бокс. Все-таки это самый популярный вид единоборств на сегодняшний день, олимпийский вид спорта. Тренируются у нас в основном люди для себя. Но есть и команда спортивная, которая выезжает на серьезные соревнования, как на профессиональные турниры, так и на серьезные любительские турниры, класс А, чемпионаты России. Вот. Но, опять же, повторюсь, профильное направление это люди, занимающиеся для себя, для здоровья. Ну, дело хорошее такое, да, Катя? Я хотела сказать, что ударник, это же крупнейшая сеть боксерских клубов у нас. Так что, если не знаете, куда пойти заниматься боксом, идите в ударник. Саша, сайт есть, да? Там можно найти всю информацию. Да, сайт extremepower.ru, но проще найти в любом поисковике, набрав просто ударник. Ну, вот как в поисковике найти тот рекорд, который на Эльбрусе случился? Расскажите, пожалуйста, вот об этом. Так, внимание, сразу оговорюсь, рекорда, как такового, не было. Мы ходили на Эльбрус, поднимали флаг СНПРО в этом году. То есть, до вас кто-то уже ходил? Ну, если считать... Флагом СНПРО нет. Значит, это рекорд. Да, ну, в такой формировке, да. Три раза я лично ходил на Эльбрус. Нельзя сказать, что это рекорд. Ну, можно сказать, личный рекорд. Учитывая, что один раз я ходил совершенно один, без гидов, без группы, ну, просто... То есть, в одиночку туда можно сходить одному, так? Да, туда ходят. Это не совсем безопасно, но я этим занимаюсь достаточно профессионально. Планирую... Выносливость. В ближайшее время хотелось бы, конечно, и на Эверест подняться. Но для этого нужно достаточно много времени уделить, два-три месяца и финансовые тоже. Ну, конечно. Вложения там приличные. Но, надеюсь, через три-четыре года я это осуществлю. Вот. А что касается рекорда, у нас планировался рекорд в 2019 году, летом, в июле, мы хотели подняться и провести поединок по правилам бокса на самой вершине. Это уже кто-то делал, но делал это не на вершине, а значительно ниже. Там это проще технически. А вот именно на самой вершине, на западной, сделать это технически сложно. Там дышать-то сложно, наверное. Поднять ринг. Там нужно ринг установить. Ну, понятное дело, что это будет не олимпийский ринг, который 3 тонны весит. Это будет специальный ринг, условно. Но визуально он будет выглядеть как настоящий. И вот там провести бой по правилам 3 раунда по 3 минуты, по правилам олимпийского бокса, это очень сложно. Но это вполне реально. Подобные тесты мы там проводили, боксировали, бой с тенью, делали на вершине. Можно. Но в этом году мы не сделали этого по разным причинам. В следующем году, в 2020-м, будем делать. Я думаю, что это будет в мае. Май 2020-го. Я вам пожелаю, чтобы это все получилось. Что у нас по поводу того, какие планы на следующий год у SNPRO? Может быть, еще какое-то восхождение или вы собираетесь в космос? Катя, вот здесь. Ну, в космос, наверное, пока нет. Пусть сначала там Илон Маск со своими ребятами договорятся освоить территорию. После этого подумаем. А SNPRO будет только расширяться. Конечно же, очень здорово. И нас это очень мотивирует, что больше и больше людей в нашей стране... Кого мы можем позвать к сотрудничеству? Да, вот еще. Кого мы можем еще позвать к сотрудничеству? Или все уже, так сказать. Мы всех, кто пропагандирует здоровый образ жизни, всех рады видеть. И всем даем возможность как-то себя проявить. У нас на SNPRO, у нас многие ребята готовятся, просто спортсмены и заявляются к нам со своими рекордами. Сами приходят, придумывают какие-то новые невероятные трюки, вещи, о которых мы даже не знали. То есть мы не могли предполагать, что только может произойти. Вот по йоге у нас будет опять же-таки несколько рекордов. Приходите посмотреть. Это суперэкстремальные возможности тела. Я никогда раньше не могла подумать, что наше тело способно такие вещи в принципе выносить. А когда ты стоишь 13 с половиной часов на гвоздях, то кажется, что нет ничего невозможного. Где же только свободного времени взять. Да, да, да. Вот у нас такого рода рекорды устанавливаются на SNPRO. Ну, я так понимаю, что у вас можно купить и доску с гвоздями, и протеиновые коктейли там и органическую косметику, и спортивную одежду, и фитнес-браслеты, и очистители воды и воздуха. И все, что вам нужно для здорового образа жизни, что облегчит вашу жизнь в принципе, и поможет вам и вашим близким дышать полноценным здоровым воздухом, питаться правильно, и быть более активными, и, соответственно, тратить свою энергию на какие-то глобальные вещи. Не думайте о мелочах. Какого возраста примерно, если есть такая статистика, люди приходят на SNPRO? Ядро на сегодняшний день это 25-35 лет, но, в принципе, наша аудитория это 18-45. К нам приходят с маленькими детками, у нас ограничение возрастное 6+, потому что очень шумно просто. Много музыки? Да, конечно, много музыки, шоу-драйвы и так далее. Но с детками тоже есть чем заняться. Очень много различных активностей. И я считаю, что для того, чтобы жить здорово, заниматься спортом и жить активно, не нужно никаких ограничений возрастных себе ставить, не нужно придумывать себе какие-то новые барьеры и отмазки в любом возрасте. Если ты захотел, бери и делай. Я очень благодарен вам за то, что вы рассказали и за то, чем вы занимаетесь. Друзья, 8, 9 и 10 ноября все отправляемся в Сокольники на СНПроэкспо-форум 2019. И пусть все это продолжается. Спасибо вам. Потому что это уже такая, ну, какая-то новая спортивная культура, культура здорового образа жизни. И вы как раз вот во главе всей этой культуры. И мы, так сказать, за вами стараемся тянуться. Да, приходите. Друзья, Екатерина Скачик, генеральный директор международного фестиваля спорта и здорового образа жизни СНПроэкспо-форум и Александр Летов, чемпион Москвы по боксу, в гостях у страны ФМ были. Ну, и мы увидимся на СНПро. До новых встреч. Пока. Будем рады видеть всех. Лучшее в стране.